Друзья, биткоин снова дешевле 40 тысяч долларов, при том, что криптоаналитики показывают индикаторы, которые указывают на необходимость покупать здесь и сейчас, потому что дешевле уже не будет. Почему так происходит, расскажу сегодня. А еще мы обсудим две важные темы. Первая, то, что российские банкиры прямым текстом предложили Минфину сажать в тюрьму, если владелец криптовалют отказывается передавать приватный ключ от кошелька. А вторая, то, что рынок NFT может находиться на пороге грандиозного краха. Потери могут составить 98%, и это уже происходит. Вот такие события происходят прямо сейчас. Но мы во всем разберемся и решим, что теперь делать. Спасибо, что поддерживаете канал своими лайками. Это помогает его развитию, и просто отличная мотивация делает для вас крутой контент. Первое, обсудим цену биткоина. И что нам от нее ждать? Я не даю финансовых советов, но слежу за тем, какие сигналы предлагают аналитики. И хорошо помню историю предыдущих медвежьих рынков биткоина. Что видят аналитики? План С. Не путать план Б. Предлагает индикатор, основанный на соотношении балансов краткосрочных и долгосрочных биткоин-инвесторов. Данный сигнал появлялся в истории биткоина всего 4 раза, и предыдущие 3 раза после него начинался бычий рынок. Более того, предыдущие 3 раза сигнал срабатывал уже после того, как биткоин прошел дно. Из чего можно сделать вывод, что сильно ниже биткоин уже не упадет, а самое удачное время для покупки это здесь и сейчас. Другой аналитик Вил Клементе приводит вот такой график, на котором зеленым отмечены наилучшие точки для покупки биткоина за всю его историю. После того, как график становился зеленым, всегда начинался бычий рынок, хоть и разный по продолжительности. Также он отмечает, что это самый длинный зеленый участок на графике за все 13 лет биткоина. Друзья, довериться данным сигналам или нет, вы должны решать сами. Единственное, что если бы все было так просто, то все бы уже давно стали миллионерами. Но почему-то это не так. Все эти сигналы завязаны на метрике только самого биткоина. Но я не считаю, что мы имеем право игнорировать глобальные экономические процессы, хотя бы потому, что сам рынок их не игнорирует. Я уже рассказывал, что сейчас делает американская ФРС, повелители печатного станка для долларов, и как это может повлиять на биткоин. Если пропустили, обязательно посмотрите ролик, что у вас на экране, чтобы понимать происходящие события. А теперь давайте посмотрим на цену биткоина в реальном времени. Прошлый понедельник ровно неделю назад я писал в нашем канале в Телеграм, что на недельном графике биткоина появился разворотный паттерн. Теперь мы видим, что он отработал, и цена упала на 5%. А также, основываясь на 21-недельной скользящей средней, биткоин вернулся к медвежьему рынку, и недавний пробой оказался ложным. О том, что так может быть, говорил в предыдущих видео. И еще интересный момент. Многие сторонники роста указывают на то, что цена получает поддержку от 100-недельной скользящей средней. Это, с одной стороны, намек на то, что цена может опуститься еще ниже, до 36 тысяч долларов. Но вот потом точно развернется. Но если мы обратимся к истории. В 2014 году мы сначала получили поддержку, а потом пошли обновлять дно. В 2018 году история повторилась, когда, казалось бы, ниже точно не будет. Цена встретилась со 100-недельной скользящей средней. И потом случилась капитуляция. Поэтому достижения данного уровня можно расценивать по-разному. С точки зрения медведей, это признак того, что дно рынка наступит в ближайшее время. Друзья, пока это все, что хотел сказать вам о цене биткоина. Больше информации касательно аналитики, новостей и прогноза цены на здесь и сейчас в нашем канале в Телеграм. Кто впервые на канале, подписывайтесь по ссылке под видео и получайте контент бесплатно и без выходных. А мне нужно рассказать вам еще две важные темы. Мы привыкли к тому, что банки не лучшим образом высказываются о криптовалютах. Но раньше речь шла об американских банках. А теперь пришла очередь их коллег из России. И ладно бы они просто выступили с критикой. Но нет. Им захотелось внести свои предложения в проект регулирования криптовалют в России, который разработал Минфин. В адрес Росфинмониторинга, Минфина и Центробанка были направлены предложения от Ассоциации банков России. Известно, что Росфинмониторинг поддержал эти идеи, а Минфин и Центробанк пока воздержались от комментариев. Итак, российские банкиры решили поднять тему некостадиальных криптовалютных кошельков, которые они никаким образом не могут контролировать. Поэтому они предложили две вещи. Первая. Создать государственную службу идентификации владельцев криптокошельков. Такие услуги уже предлагают иностранные компании, но получается дорого. Поэтому предложено создать структуру, что будет анализировать данные с бирж, обменников, P2P-площадок и так далее, чтобы установить реальных владельцев кошельков. Нужно это по той причине, что очевидно, что мало кто будет соблюдать требования будущего закона о необходимости декларировать свои криптовалюты. Хотя бы потому, что во время декларирования вы не только должны указывать, что у вас есть активы, но еще и сообщать, на каких кошельках они находятся. Идея номер два. Изначально была идея ввести ответственность, в том числе уголовную. Если кто-то скроет наличие у него криптовалют, то есть не задекларирует их добровольно, но так как это сложно доказать, нужна идея номер один. А чтобы даже если у человека нашли криптовалюту, но он отказывается ею делиться, вот на этот случай предлагают ввести уголовную ответственность. То есть, если государство установит, что у вас есть криптовалюта, и против вас будет открытое судебное дело на предмет взыскания долгов. Например, кредит не закрыли вовремя. Тогда суд потребует выдать приватный ключ от кошелька. И если этого не сделать, могут впаять реальный срок в тюрьме. Интересно, если кого-то осудят за то, что он не выдал сид-фразу, вряд ли у него получится ее скрыть уже там. Ну вы поняли. Согласен, что новости не веселые. Надеюсь, эта идиотская идея не получит достаточной поддержки, чтобы стать законом. Но как бы там ни было, буду следить за ситуацией и расскажу вам все здесь на канале. Проверьте, что уже подписаны, чтобы ничего не пропустить. Заключительной темой на сегодня будет NFT. Есть мнение, что данный рынок уже все, и ему осталось только медленно умирать. Такую точку зрения высказал Насим Талиб. Тот самый человек, который придумал концепцию черного лебедя. И по совместительству хейтер криптовалют. В его понимании, поднятие ставок ФРС уничтожит данный рынок. Потому что у людей не будет денег, чтобы покупать всякие ненужные вещи. Особенно NFT. В качестве примера он приводит историю с попыткой перепродать NFT. Которым был запечатлен первый твит Джека Дорси. История такая. Первый твит основателя Twitter, Джека Дорси, был продан в виде NFT за 2,91 миллиона долларов. Его владельцем стал основатель Bridge Oracle, Сина Эстови. И было это в марте 2021 года, когда данный рынок был на хайпе. Недавно он решил, что пришло время реализовать свою покупку. И выставил NFT на продажу. Планируя получить 14969 эфириум. Или почти 50 миллионов долларов. Но кажется, что-то пошло не так. И по итогам торгов максимально предложенная цена составила всего 10 эфиров. Или 30 тысяч долларов. Таким образом, вместо прибыли он может получить 98,9% убытка. Как вам такие инвестиции в NFT? Под минус почти 100%. На эту критику от Насси Матали бы ответили в сообществе. Что он не понимает рынка NFT. И что тот успешно существует уже с 2014 года. И пережил сложный период для крипторынка с 2018 по 2020 год. Однако надо признать, что в периоды с 2014 года и по 2020 NFT. Это была забава для очень узкого круга лиц. И тогда не было мании на создание и продажу кучи JPEG файлов. С привязанными к ним строчками кода, которые назвали NFT. Если посмотреть на статистику, то торги NFT действительно переживают не лучшие времена. Объемы уверенно идут вниз. Что касается индустрии NFT, то она симпталлы пошибается в том плане, что она лопнет подобно пузырю. Потому что у NFT есть примеры практического применения при реализации проектов метавселенных. Но то, что касается рынка JPEG-картинок, тут действительно можно ожидать новое разочарование. Подобно тем, которые недавно испытал владелец NFT первого твита Джека Дурси, когда его токен подешевел на 98,9%. В завершении напомню, что актуальные новости и аналитика из мира криптовалют бесплатно и без выходных в нашем канале в Телеграм. Подписывайтесь по ссылке сразу под видео. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост. Субтитры сделал DimaTorzok